здравствуйте мои дорогие сегодня хочу предложить вам посмотреть как я делаю буженину хочу как бы не оговориться как бы сказать что я делаю так буженину это не значит что вот так нужно делать буженину я хочу сегодня показать как я делаю буженину у нас праздник завтра придут детки и мне хочется всего сделать там по чуть-чуть там вкусняшку я знаю все равно они выберут больше суши там всякую пейцу вот ну все равно хочу их этим побаловать и хочу вам показать так как я это делаю ну что мои дорогие поехали вот так мои дорогие чтобы сделать буженину для начала ее нужно замариновать ее нужно нашпиговать всякой фигней я делаю это значит не чеснок морковка морковка что-то многовато и килограмм мяса шейка по-моему для того чтобы нашпиговать или я делаю вот так вот надрезики не до конца а вот так вот как типа карманчики и делаю туда это морковочку сейчас вот так вот морковочку здесь рядышком сделаю карманчик для чесночка маленький что сделала до сначала когда вы его достанете помоете салфетку уберите влагу все так все это делаем потому что маринад у нас будет стоять еще у меня всю ночь будет стоять а завтра только я буду делать запекать просто хочу показать вам весь процесс как это потому что кто-то там смотрел меня где я покупала покупки там что я же говорила раньше что стараемся я не сказал что мы совсем не едим колбаса колбасу и сказала что мы стараемся ее не есть а помимо колбасы есть это чем ее заменить можно бужениной можно мясо мы часто мясо просто говядину я беру и в мультиварке делаю и отвариваю просто лавровый лист перчик перец чили и вообще великолепное мясо получается а буженина тоже мы это вкусняшка еще там вот и и на завтрак нужно ее просто на ужин главное и правильно приготовить и не пересушить вот килограмм кило 70 у меня это буду я ее я не знаю мне сделать или мульти ой в мультиварке в термомиксе или в духовке наверно в духовке я сделала потому что не у каждого есть это термомикс а так может кому-нибудь пригодится и кто-то захочет на новый год сделать такую сделаю в духовочке я делала и в духовке вот так вот все ее нужно обязательно нашпиговать это она так мариноваться будет кто не любит морковку можете не делать морковку можете просто сделать с одним с одним чесночком это уже дело вкуса мы так любим вот потому что я хочу сделать вот муженинку пару-тройку салатиков мясо наверно по французски сделано ну конечно же наверное руку без рулов не обойтись что-то у меня дети как-то любят рула сама и делать не буду конечно закажу да и все чем не был тем более у нас вкусно делают роллы которые горячие они любят горячие роллы поэтому будем вот печь не знаю что-нибудь печь или нет не знаю наверно не буду печь как-то у нас к печеному так относятся ну попробуем так что я сейчас все это на фарширую и покажу дальше что я буду делать чтобы не занимать ваше времени а то и так уже дать заняло много теперь смотрите я делаю заправочку заправочку я делаю нужно пару ложек масла так 1 2 подсолнечного у кого кто хочет оливковая или там ну вообще я кладу подсолнечное нужно и оливковая так вот эту соль я натираю солью сухую так вот и сейчас свинина любит соль а здесь она еще знаете это соль к она со всякими пряностями так что будет хорошо так сейчас так вот солнечное масло перчик 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 я тоже сейчас сначала сюда она нормально будет и сюда немножко сюда вообще чуть-чуть так горчицу я делаю сама горчицу у меня есть рецепт горчицы но это кто любит знать такую термоядерную вот потому что она такая у меня сын один раз так вообще там чуть все же что нужно что нельзя так перчик паприку перчик паприка тоже сюда ну и сюда немножко я ведь это все на вкус я уже знаю как и у кого есть это хорошо у кого нет и не надо семя горчица знаете она горошек я где-то третья часть столовой ложки и все это размешиваем размешиваем это хорошо так вот видеть паприка вообще мне нравится и везде и добавляю мы в этот раз боли футцы так я оттуда привезла вообще килограмм целый что у нас здесь паприка очень дорогая так сейчас хорошо размешаем это что получилось и нужно и всю намазать так вот прям найти хорошенечко вот у меня есть такая мисочка это с фикс прайса то сейчас я хорошенечко так пошлёпаю придавлю так и вот этой стороной я уже ложу вниз теперь нужно вверх нам сделать так смотрите получилось как-то вот тогда теперь я ее беру накрываю крышкой и она у меня будет стоять всю ночь ну где-то наверно так сейчас половина двенадцатого может часов десять она у меня будет стоять и дальше вам покажу что я с ним делаю можно в холодильник ну мне даже так стоит и ничего с ним не случается он еще лучше маринуется так что ждем завтра мои дорогие так ну вот мои дорогие добренького утречка вам продолжаем с буженины она у меня мариновалась всю ночь вот так теперь делаем я беру поднос и раскладываю сюда я в два ряда первый ряд вот так сделала это фольгу и вот так чтобы она не выливалась и сейчас сюда кладем это мясо так вот видите впиталась жидкость мы отсюда не берем ну вот чесночок вот так вот еще можно сдобрить по тем временем у нас духовка разогревается до 180 градусов я говорила что у меня здесь его 100 то один килограмм один час запекается ну еще потом попробуем зубочисткой ну где-то буду я примерно 70 80 минут запекать не больше у меня духовка хорошая ну а вам надо будет проверять чтобы сырой она не было сейчас я это все вот так вот хорошенечко первый слой теперь второй так с разноса или подноса кто как говорит это перекладываем противень я перекладываю противень и наливаю стакан воды и ставим духовку я ставлю так у меня здесь кило сто значит где-то на час десять час пятнадцать буду проверять но у меня хорошая духовка и я знаю что вот ей нужно так смотрите по своей духовке пока мисс не приготовиться буженина не открываем фольгу и не открываем духовку ну что поехали так вот я поставила и все теперь мне это у меня здесь час восемнадцать стоит потому что она уже согрелась до это посмотрим какая она будет ждем не знаю видно вам будет или нет вот у нас пошло тепло сегодня минус десять но зато снег метель видите какая я говорю у нас то холодно то снег не знаешь когда лучше вообще выходила на улицу сейчас ветрюганище мама не горю прям с ног сносит вот сейчас там посмотрю видите как метет на дороге не знаю видно вам или нет время я открыла мммм как пахнет ой а запах какой вообще сейчас попробую проверить и еще на минут десять поставлю я его чтоб сверху запеклось вот смотрите открытый сейчас сверху чтоб была корочка тоже также на сто восемьдесят градусов поставлю на десять минут вот и посмотрим чтоб она так прям ой запах на всю кухню так вот мои дорогие приготовила и уже даже отрезала кусочек пар идет как он получается прям пить и чесночок и морковочка сейчас отрежу на кусочки и попробую он еще горячий ой вы знаете прям во рту тает прям мммм ну вот и все мои дорогие я еще кусочек съела уже два кусочка съела такое красивое не знаю видно вам оно какое оно получилось если кому понравилось ставим пальчики вверх кому не понравилось извините подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить ничего новенького ищите меня в инфобоксе всего хорошего мои дорогие удачи